МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате данного ДТП пассажиры и водитель Вольцвагена Пассад погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Приоры также погиб до приезда скорой медицинской помощи. По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Проводится проверка. 27 октября около половины шестого вечера в Ковылкинском районе водитель Вазовска, 14-я, сбил пенсионерку. Женщина переходила проезжую часть не по пешеходному переходу. С переломами различной степени тяжести женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Водитель трезв. Днем 28 октября количество дорожно-транспортных происшествий расти продолжило. В Саранске на улице Попова автоледия за рулем «Опеля» при повороте налево не предоставила преимущества «Ладе» 14-й модели. Чтобы избежать столкновения, водитель 14-й выехал навстречу и столкнулся с Део Матис. Никто серьезно не пострадал. Все участники аварии были осмотрены на месте происшествия. Вечером этого же дня в Рамадановском районе неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Сотрудники госавтоинспекции просят откликнуться всех, кто стал свидетелями данного происшествия. Если вам что-либо известно, позвоните по телефону 24 64 09 или 02. Свидетелями аварий становятся также и пользователи соцсети. Свои фото они выкладывают в группу «Привет, сейчас Саранск». В Лямбельском районе молодые люди за рулем «семерки» съехали в Кювет. Никто не пострадал. Следующая авария произошла на Лямбельском шоссе. Серьезных травм избежать удалось, а вот дорогостоящего ремонта транспортных средств нет. Кто стал виновником аварии и не предоставил преимущества, будут разбираться сотрудники госавтоинспекции. Минувшие выходные без пожаров не обошлись. Сразу несколько человек в различных районах республики остались без жилых домов, бань и гаража. Одна женщина получила 40% ожогов тела. Обо всем по порядку. 26 октября в Армадановском районе в селе Пушкино 69-летняя женщина лишилась дома на площади 70 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Вечером этого же дня в Ардатовском районе огнем были уничтожены баня, сарай и гараж, в котором находился автомобиль «Шевроле Нива». Площадь возгорания составила 145 квадратных метров. На следующий день в поселке Инцар без крыши над головой остались 75-летняя пенсионерка. Дом и надворные постройки выгорели на площади 97 квадратных метров. Поздним вечером 27 октября 41-летний житель Торбеевского района остался без бани на площади 15 квадратных метров. На следующий день житель Саранска также лишился бани. На этот раз площадь возгорания была меньше – 6 квадратных метров. Ночью 28 октября в ожоговый центр была доставлена 41-летняя женщина. Как выяснилось позже, ожоги она получила по собственной неосторожности. Женщина стояла у газовой плиты и случайно пролила на одежду пищевой спирт. Вещи моментально вспыхнули и обожгли лицо, шею, руки и ноги. С ожоговым шоком и термоингаляционным поражением верхних дыхательных путей пострадавшую достали в больницу. По заключению медиков, женщина находила в состоянии алкогольного опьянения. На квартиру пламя не распространилось. Идем далее. В МВД по Республике Мордовия состоялся брифинг по вопросам миграционного законодательства. Четвертый этап оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант» проводился с 17 по 22 октября. Его целью стал контроль и надзор за соблюдением иностранными гражданами или лицами без гражданства требований миграционного законодательства Российской Федерации в местах проживания и объектах осуществления трудовой деятельности. В ходе проведения операции сотрудниками полиции было проверено 428 объектов. 109 человек было привлечено к административной ответственности и наложены штрафы на общую сумму 218 тысяч рублей. 36 граждан зарубежных стран было решено отправить на родину. А 17 октября в одном из нежилых зданий на улице Севастопольская были обнаружены 26 незаконно пребывающих граждан Узбекистана. При этом нелегалы нарушили установленный порядок пребывания на территории России. Каждый из них заплатит штраф 2 тысячи рублей. В современном мире многие предпочитают заказывать все через интернет. Это и проще, и удобнее. То же самое касается и лекарств. Мало кто задумывается, что в интернет-магазине могут продаваться лекарства без сертификатов качества. А фармацевты в аптеке не зря требуют рецепт лекарства от врача. Ведь то, что одному человеку может вылечить головную боль, для другого может стать причиной более серьезного и тяжелого заболевания. Так, с 9 по 16 октября сотрудники МВД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пангея». О результатах операции рассказали на брифинге. Были выявлены факты реализации лекарственных препаратов без рецептов врачей. На территории Мордовии зафиксировано 17 подобных нарушений. Было выявлено 29 административных правонарушений. Возбуждено 2 уголовных дела. Всего по результатам операции медицинских препаратов было изъято на общую сумму более 91 тысячи рублей. 24 факта продажи лекарств без рецепта врача выявили в 10 районах республики. В сети интернет также можно приобрести лекарственные товары, которые зачастую не имеют сертификатов качества. По всем установленным фактам проводятся проверки. Нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Если вам известны факты продажи лекарственных средств в аптеках без рецепта врача, а также продажи просроченных, контрафактных и недоброкачественных препаратов, обращайтесь в правоохранительные органы. 7 лет воспитательной колонии проведет 17-летний подросток. Молодой человек обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 марта этого года. Несовершеннолетний выпивал в компании нескольких мужчин, в числе которых был и погибший. Между 32-летним хозяином квартиры и молодым человеком произошла ссора. Подросток ударил потерпевшего несколько раз кулаком в голову. Затем в дело пошла спинка стула, удары от которой снова пришлись по голове. После этого обвиняемый просто ушел из квартиры. Через несколько дней тело погибшего обнаружил отец, который решил навестить сына. Следователи установили, кто находился в квартире во время совершения преступления. Приговор суда в законную силу не вступил. Переходим к новостям из Управления федеральной службы исполнения наказаний по Мордовии. В лечебное исправительное учреждение номер 19 поступила весьма интересная посылка. Прислала ее жительница Москвы. Для осужденного к 4,5 годам лишения свободы прислали пару обуви, в которой находились сотовый телефон, сим-карты и зарядное устройство к нему. Запрещенные предметы были изъяты. Выпуск завершает наша постоянная рубрика «Внимание, розыск». Полицейские Мордовии разыскивают без вести пропавшую 87-летнюю Анну Ивановну Колодову. 15 октября женщина ушла в лес за грибами. И с этого момента о ее местонахождении ничего не известно. Вот приметы женщины. Рост 150-155 сантиметров. Худощавое телосложение, волосы седые, глаза серые. Была одета в оранжевую удлиненную куртку, темно-синие резиновые сапоги с рисунком, на голове платок. Если вам что-либо известно о ее местонахождении, сообщите по телефону. На сегодня это все. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы быть в курсе всех последних республиканских новостей. Все выпуски «Тревожной кнопки» и других проектов народного телевидения Мордовии смотрите на нашем YouTube-канале. Я благодарю вас за внимание. До встречи.